Как говорят садовники, огородники, нет лучшего времени, как осень для пересадки деревьев и кустов. И я придерживаюсь этому закону природы, стараюсь всю осенью посадить и розы. У нас раньше елки здесь росли, мы тоже их осенью сажали, в доме живем уже больше 20 лет. И вот мы сейчас пришли к заключению, здесь у нас в этом году сидел Блау Драгон, это вот этот голубой дождь. Ну, мы еще раз подумали, это сильно много на таком маленьком участке, у нас их два есть. И теперь мы нашу плакучую иву, где она временно росла, мы ее сейчас оттуда вытащили и решили вот тут посерединочке поставить, это красивое дерево. Вот мы сейчас будем сажать, мы его выкопали из того места, здесь выкопали ямку достаточной глубины. Я насыплю сейчас землю, где она, в какой она сейчас находилась, это ее родная земля. Я насыплю на дно, померю сейчас дерево, вот это дерево мы выкопали. И чтобы все корешки смотрели вниз, они чтобы не сыгнутые были, хорошо прямо смотрели вниз. И получается хорошо, в принципе, сажфемка. Хорошая немножко земли отсюда. У меня вот здесь осталась земля, я розы сажала. Вот так, хорошо. Еще лопаточку и хватит. По краям, наверное, больше. Вот, и это земля, в которой она находилась вниз. Теперь мы хорошенечко поливаем. Хорошо, хорошо поливаем эту ямку, чтобы внизу достаточно воды было. Где-то вегу, наверное, выливаем. И прям я воду сажаю это деревце, ставлю его. Саш, ты поверни, как, я посмотрю, как веточки, как, что, подержи. Как она будет смотреться. Хорошо. Теперь мы лопатой мерим. Кладем вот так вот в горизонтальном положении. И смотрим. Вот здесь начинаются корни. Она сильно заглубленная. Значит, нам надо добавить земли и ее приподнять. Приподними, пожалуйста. Я чуть-чуть добавлю земли. Травку ты убрал. Видно, что ты убрал траву. Молодец. Ой, вот тут осталось. Так, теперь ты поставь еще раз в уголок корешки. Хорошо. Вот сейчас видно, что лучше приподняли. Она не должна сильно выступать, где начинаются корни. Это дерево, чтобы у нее... Вот видите, корешочки. Вот они. Оно росло у нас. В горшочке мы покупали. Вот они, корешки. Она не должна сильно вот так заглублено здесь. Почки спящие начнут лезть. День. Прививка, точка прививки вот здесь. Теперь Александру надо немножко закопать. Земли. Старайся траву не кидать туда с корнями, Саш. Ее потом не выведешь. Хабокислая почва. Она очень хорошая. Здесь видно, что... Еще даже палочки не совсем перегоневшие. Я думаю, что она хорошо будет. Три лопатки хватит. Ага. Землю еще купим. Нам надо еще сажать. Сзади тебя, Суха. Ты водичку еще принеси, пожалуйста. Саш, водичку? Я, я. Потому что земля еще осядет. И чтобы здесь не было ямки и корни прикасались к земле, мы немножечко вот так притаптываем. Теперь как раз то, что здесь хорошо смотрится, Саш. Все-таки этот голубой блаудрегон был бы сильный, Саш, кустистый. А это аккуратное деревце. Поляй, пожалуйста, вокруг еще. Тихонечко возле корня прям, чтобы ее этот ком ее промок. Тихонько все-все-все-все. Ну вот теперь деревце мы посадили. У нас две большие лейки. Сколько литров лейки у нас? Десять. Значит, мы двадцать литров. Получается, мы два ведра воды сюда налили. Мы насыпали хорошей земли. Мы насыпали купленной земли. И землю материнскую, в которой он уже у нас два года рос, это деревце. Он временно рос там у нас в углу. Я сначала не знала, куда посадить. А потихонечку планировка, как сказать, не напрашивается, а раскристаллизируется. И получается, что вот это деревце очень хорошо здесь посерединочке. Как раз, как раз с этими стульчиками смотрится хорошо. Вот, значит, мы так и сделали. Это еще октябрь месяц. Где-то середина октября. Девятое, десятое. Еще так хорошо все цветет. Некоторые растения цветут. И вот эта ива очень хорошо смотрится здесь. Она сейчас еще вырастет, вытянется. И, наконец, эти красивенькие синенькие цветочки. Я их называю синенькими. А я уже третий раз меняют краску. С красными расцвели. Так цветет совинное зеркало. Много о нем говорила. Вот сейчас холодно. На градуснике 12 градусов. И она вот так цветет. Раскрыла свои бутоны все. Елочку мы пересадили в большой-большой сосуд. И убрали отсюда нашу вайду. Штамбаум. Наш темпщин растет. Розанта она вон какая. Как солдат. Вон, смотрите, какая. Развивается тут. Открывает последние бутоны. Вон еще их сколько. Она обязательно их откроет, потому что через пару дней будет еще тепло. Без дыма. Ну, вот так еще все выглядит. Хочу сказать, что немножечко труда. У нас очень маленький палисадничек здесь. Очень маленький. Я не знаю, сколько тут соток. Очень маленький. Ну, 2-3 кустика там, 2-3 кустика там. Это вот это пикало. Вот смотрите, вот этот бутон. Он же еще откроется. Вот это вот откроется бутон, потому что вот этот уже. Вот он, пожалуйста. Я думала, эти красные росточки, красные, не успеют открыться. Они все вон наливаются. Чего им надо? Ничего не надо, ничего. Все. Собирается еще цвести, наверное. Вот этот бутон тоже вон какой, смотрите. Ну, короче говоря, еще не течу. Я последние розочки оборву, занесу домой. Они тоже очень долго стоят, пахнут. Пеларгония. Прекрасная пеларгония. Очень красивая. У меня нету места, где их хранить. Нету. И потом их хранишь, хранишь, пока они весной начнут цвести. В магазине уже 25 сантиметров высотой цветы, цветущем виде, продают по 1 евро целый кустик. Конечно, бежишь и покупаешь лучше большой. Посмотрите. Это импрессион. Но здесь кто-то уже позавтракал. Или плесень. Вот это что такое? Это уже осенние заболевания. Вот. Эта розочка очень хорошая. Откроется. Эта вот открылась. Видите? Типиши у нее вот такой типичный. Ее форма ее типичная. Только полосок немножко побольше летом. Ну, это уже третий раз. Первый цвет, вот он, внизу обрезанный. Потом повторно она вот здесь вот цвела. Вот я обрезала цветы. Это третье цветение. Это же просто прелесть. Ну, как сказать. Растение выглядит здоровым. Разрослось немножечко. Тут в прошлом году тоже было 2-3 веточки. А сейчас она немножечко разрослась. Это импрессион. Я, конечно, подкупила еще один кустик. Вот он. И судя по почечкам, которые на ней, вот они. Она принялась уже. Это розочка. Я предпочитаю осенью сажать. И почек очень много на ней. Это розовая. Кубин. Элизабет на такое расстояние. На такую высоту я ее в этом году обрезала. В прошлом году обрезала ее вот под этим пеньком. Омолаживала. И вот эти базальтовые побеги, вот прекрасные, большие выросли. Теперь на следующий год она будет дальше цвести. И у меня 2 костика такие. Вот этот. И тот костик. А между ними я взяла, посадила еще вот эту баркаролю. Потому что здесь местечка как раз хватает. И захотелось немножечко обновить. Всю землю мы перекопали. При лопателе добавили хорошей земли, чтобы земля дышала. Мы сделали это сейчас все осенью. Земля, она, как сказать, земля, она в мешках продается. А бы посмотрите, какая земля. Смотрите, вот этот черный воздушный перегной. Он воздушный. Это не тяжелая земля. Это листовые палочки здесь. Палочки, видать, мелочь перерубленная. И поэтому мы такую землю бросили, чтобы она облегчила почву. Пока она зимой будет перегнивать. Все элементы разложатся в полезные. Все поддастся корням. И вот так хорошо выглядят костики. У меня теперь получается вот один кустик пикола. Вот этот тоже. У меня их всего четыре. Три. И вот этот четвертый. Вот этот у меня уже розанта. У меня их 10 штук. И здесь сидят эти кустики. Посадила их как заборчик. И они служат как заборчик. И еще такая красота все лето. И осенью. Это Белинда. Она поразилась мучнистой росой. Я вижу здесь. Это мучнистая роса. Видите? Белый налет на листиках. Это мучнистая роса. Буквально 2-3 дня. И поверху прошел как туман, видимо. Потому что вот смотрите. Вот на нижней, на молодом. Ничего нет. Видимо, раньше туман какой-то был. Видите? Местами поразилась. Вот видите? Теперь можно ее обрызгать. У нас есть такое средство. И ее можно обрызгать. И остановится эта мучнистая роса. Она не страшна. Если ее 1-2 раза в год обрызгаешь растение, ее можно держать, эту болезнь, под контролем. Видите, какой здесь еще красивый базальтовый росточек. Сейчас на зиму вырос. Это ж надо ж. Я потом подкорочу еще и утеплю в этом году. Я еще сюда посадила рядышком другую розочку. Вот тоже 2 неделечки. Видите, росточек. Вот они пошли, росточки. Принялась розочка. Все выглядит хорошо. Вот. И утеплю я в этом году. Колючая немножко. Утеплю в этом году. Ромашечка вот так выглядит. Ромашка, она по кругу цветет. Разрастается. Она растет, растет и идет по кругу. И в серединке у нее со временем получается пустое место. И теперь я всю дорогу планирую. Если бы я мальву где-нибудь достала, я посажу посередке мальву. Представляете, какое зрелище будет. Можно вырать небольшую лунку. Там как раз место для мальвы. Вот и буду искать мальву. Мои ирисы отдыхают сейчас здесь. Вот они растут. Больше я листики резать не буду. Мне вся эта история не нравится. Может быть кто-то обрезает. Может быть кто-то этим занимается. Я больше резать не буду. Потому что, посмотрите, вот молоденькие листики выросли. Еще новые. Вот. А эти, которые я пообрезала, листики, они все пропадали. Пропадали, посмотрите. Ну что это такое? Я не думаю, что такой метод помогает растению. Мое мнение, наоборот, силы уходят. Эти листики, которые я пообрезала, вот они все пропали. Вот смотрите, почти все листья пропали. Поворастали новые. Поэтому я на следующий год ни один листик от ириса не отрежу. Мое заключение. Не обрезайте ирисы. Оставьте растения, как они есть. Пусть отдыхают. Я жила в Узбекистане. Эти ирисы росли прекрасно. Никогда мы их не обрезали. Поэтому вот, пожалуйста, здесь все листики сухие, которые я обрезала. Почти все. Не все, а между ними, смотрите, новые ростки лезут. Это значит, что это бедное растение. Метод того, чтобы отдыхать, еще пустилось наращивать зелень. Правильно, мое мнение, больше обрезать ирисы. Я не буду. Тоже уже все. Видите, цветочки какие. Опылили, смотрите, их опылили. Там семена. Семена созреют, еще можно семена посадить. Этот не цветочек. А этот...